Мордовские мотогонщики Центра технических видов спорта имени Миндрова и мотоклуба Мордовия готовятся к своим первым всероссийским турнирам в новом сезоне. Дебютным стартом станет отборочный этап взрослого чемпионата России по ледовому спидвею, который пройдет 17 и 18 декабря в Уфе. Планировалось, что накануне этого ответственного старта наши команды поедут на сборы, где будут готовиться на ледовых треках. Но удовольствие это оказалось не из дешевых, поэтому в целях экономии гонщики готовятся дома. К тому же морозная погода, установившаяся в республике в эти дни, этому только поспособствовала. Погода вообще супер. Снега нету, мороз и лед чистый. Прям лед больше 25 сантиметров уже, как бы нормально, хоть грузовик заезжай, мы уже не боимся. А подготовка у нас, разнарядка получилась в Уфу. В первоначале у нас говорили в Шадринск, но мы здесь в целях экономии, это нас перевели в Уфу поближе. Это на целых 600 тысяч километров поближе. Вот. Подготавливаемся нормально, уже три тренировки проехали плодотворно, ребятишки раскатываются, уже скорость появилась. Я думаю, что я довольный ими. Мотоцикл настроили, мотору поехали, все, все в этом плане у нас все нормально. Республиканский центр технических видов спорта имени Миндрова на предстоящем чемпионате России представят Данил Комкин и Вячеслав Сулеев. Оба уже имеют опыт выступлений на всероссийских турнирах, но в соревнованиях такого уровня среди взрослых поедут впервые. Благодаря поддержке спонсоров и меценатов, в том числе в лице руководителя центра Александра Николаева, команде удалось подготовить и гонщиков, и технику. Для спортсменов это будет только второй сезон в ледовых гонках, поэтому основной расчет будет сделан на юниорские старты, а также на командное первенство, один из этапов которого пройдет в Саранске. Ребята пошли гораздо лучше ездить, у них стало все получаться, мотоциклы все исправили, готовы к новому ледовому битве. Представители мотоклуба Мордовия на пруду тренировались ранее, в этот день решили уделить время подготовке техники. На чемпионате страны команда будет представлена тремя спортсменами. Главный расчет на Данилу Лушникова, самого опытного и старшего по возрасту мордовского мотоасса. Я, наверное, самый взрослый из всех. Да, конечно, лидером надо быть по-любому. Хочу вообще заехать в финал. Очень-очень надо. Мечта. Финал чемпионата России. Будем стараться. Цели у нас, как всегда, самые амбициозные. Мы очень хотим попасть в финал, поэтому мы будем максимально стараться сделать это. Единственное, что нам очень не хватило учебно-тренировочных сборов предсезонных, на которые мы планировали поехать, но по ряду обстоятельств мы не смогли этого сделать. Поэтому выезжали несколько раз здесь на натуральный лед, на наши водоемы. Ездили и ребята привыкали к новой технике, к новым колесам, моторам. Пробовали моторы. В общем, думаю, что готово. Свой второй сезон в ледовом спидвее проведет Владислав Захаров. Сын чемпиона мира и Европы Максима Захарова выступит в Уфе, можно сказать, на семейной реликвии – мотоцикле, на котором его отец выигрывал свои главные трофеи в карьере. Мою технику, наверное, можно назвать уже поистине легендарной. На ней ездил еще мой отец, он выиграл на нем чемпионат мира, чемпионат Европы. И теперь на нем езжу я. Конечно, он уже староват для нашего времени, но выбирать не приходится. К своему дебюту на всероссийских соревнованиях по ледовому спидвее готовится и Александр Лобанов. Даже несмотря на отсутствие опыта, наш спортсмен полон решимости заявить о себе на самом высоком уровне. Ощущение положительное, охота проехать достойно, без падений и добиться хороших успехов. В отборочном этапе чемпионата России в Уфе примут участие 18 гонщиков. Двое из них будут запасными. В финал пройдут 8 лучших плюс один запасной. Напомню, что две всероссийские гонки, которые примет Саранск и Стадион Старт, запланированы к проведению в конце января и середине февраля. Юрий Осипов, Андрей Просвиркин. Программа «Наш спорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова раля